Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Преимущественно сегодня наша программа будет посвящена безопасности летнего отдыха. Но начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 41 человек получил травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 217 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили 77 620 нарушений ПДД РФ, в том числе 43 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 16 отказов от прохождения медицинского осудеятельствования, а также 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Выявлено 604 нарушения, связанных с управлением тонированным автомобилем, 75 нарушений совершили пешеходы. Также выявлено 32 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 131 нарушения допустили водители грузовых автомобилей и 24 нарушения допустили водители автобусов. 28 мая примерно в 15.10 в поселке Елатьма Касимовского района, вблизи дома 3 по улице Пролетарской, 14-летний подросток, управляя мопедом «Рейсер», по предварительной информации, совершил наезд на велосипедиста, 14-летнего юношу. В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Наступил новый сезон. Лето для школьников это вообще идеальная пора. Ведь начались летние каникулы. Кто-то останется в городе, кто-то отправится в деревню, а другие же в летние лагеря. И чтобы поездка от города до этих самых лагерей прошла без инцидентов, сотрудники госавтоинспекции проверяют школьные автобусы. Как раз те, которые доставляют детей до места их отдыха. Водительские права, путевой лист. Сегодня у водителей проверяют все необходимые документы. Пассажиры у них особые. Дети. Ребята сегодня уезжают в Лучезарный. Сотрудники госавтоинспекции производят корректировку всей документации, а также осуществляют проверку технического состояния автобусов, наличие всех необходимых элементов, прописанных требованием правил дорожного движения. В автобусе обязательно должно быть наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. А также проверяется работоспособность тахографа, привода в дверей и устройство проведения в действии аварийного выхода. Нарушений нет. Практически. Есть только незначительные замечания. Например, завымпелы на лобовом стекле. Они мешают обзору. Впрочем, водители реагируют оперативно. Сотрудники полиции обязательно проводят дополнительные профилактические беседы с водительским составом, в ходе которых обращают внимание на неукоснительное соблюдение требований правил дорожного движения и напоминают, что они перевозят особых пассажиров – детей. Здесь должно быть информационное табло. Электронное? Да, электронное информационное табло. И должна быть в будущей строке. То есть следующая остановка. Я понял. А это уже кадры профилактического мероприятия под названием «Автобус». Комплексные мероприятия по устранению нарушений правил дорожного движения со стороны водителей пассажирских автобусов. Рейды проводят во избежание нарушения законодательства, которое регулирует деятельность пассажирского транспорта, а также для устранения причин, способствующих ДТП. В рамках мероприятия «Автобус» проверяется как состояние самих автобусов, так и соблюдение водителями законодательства в сфере пассажирских перевозок. К таким профилактическим мероприятиям привлекаются и другие службы, такие как управление автодорожного надзора, медицинские работники и другие заинтересованные ведомства. Основная цель – безопасная перевозка пассажиров на общественном транспорте. Уже выявлено 7 нарушений ПТД. А вот управление технадзором даже сняли автобус с рейса. Пассажировали на Первомайском проспекте. В ходе проверки документов сотрудники госавтоинспекции выяснили, что автобус не зарегистрирован по правилам. Как итог – штраф 500 рублей. И лишение номеров. Лето, конечно, стартовало, но школьникам необходимо напомнить все правила безопасности, чтобы лето у них прошло без травм. Для этого и проводятся вот такие мероприятия. Итак, ребят, смотрите. У участников дорожного движения существует три группы. Это пешеходы, водители, пассажиры. Мы, прежде всего, с вами будем говорить про пешеходов. Эту станцию курирует Центр профилактики детского травматизма. Первым делом детям напоминают правила безопасности при переходе через нерегулируемый пешеходный переход на уменьшенной модели. Здесь и движение по полосам, и модели авто, копирующие настоящие. В общем, самый, что ни на есть, дорожный поток. Вы не видите? Есть там машина, нет. Что нужно сделать? Нужно выглянуть. Вот одной головкой не наступаем, мы не идем вверху, просто выглядываем. Здесь сотрудники госавтоинспекции напоминают о правилах движения на транспорте. Например, что при катании на роликовых коньках нужно обязательно надевать шлем на локотники и на коленники. А при езде на велосипеде оборудовать своего железного коня необходимыми световозвращающими элементами – катафотами и зеркалами. Мы в игровой форме общаемся с детьми и рассказываем им об основных, так сказать, азах дорожной безопасности, вот о тех, может быть, опасностях, с которыми они смогут столкнуться в период своего летнего отдыха. Конечно, в первую очередь это передвижение детьми в качестве пешеходов, а также передвижение детей, когда они управляют средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Мероприятие под названием «Защита и безопасность» в День защиты детей организуют в Кванториуме «Дружба» ежегодно. Приходят как ребята из самого Кванториума, так и из других образовательных центров. Сегодня у нас присутствуют станции с мастер-классами по робототехнике, по психологии, по кибербезопасности. Называется кибербезопасность и точка. Мастер-классы связаны с физическими опытами. Мастер-классы связаны с вязанием узлов туристической направленности. Станции нацелены не только на то, чтобы напомнить детям правила безопасности летнего отдыха, узнать что-то новое на психологической пятиминутке, научиться вязать морские узлы и, в общем, получить заряд бодрости перед летними каникулами. Что может быть хуже эвакуированного авто только, когда автомобиль эвакуируют вместе с оставленным там ребенком? К сожалению, такие случаи даже в Рязани были. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили, почему оставлять ребенка в автомобиле не стоит и какие штрафы за это будут. В летний период особенно важны вопросы обеспечения безопасности детей. И вот один из таких моментов касается оставления детей в транспортных средствах. Сейчас в правилах дорожного движения действует статья 12.8, которая предусматривает, что запрещено оставлять детей младше 7 лет в транспортных средствах в отсутствии родителей. К сожалению, факты нарушения данного правила имеют место. Случай, о котором говорит инспектор ГИБДД, произошел с затонированным авто. Автолюбительница припарковала свою иномарку на пешеходном переходе и отошла в магазин. Внутри остался маленький ребенок. Неправильно припаркованное авто эвакуировали. Из-за тонированных стекол малыша просто не заметили. Вся процедура эвакуации длилась не пару минут, но мамаша так и не появилась. И только когда машину уже увезли на штрафстоянку, она подняла панику. Но все в итоге закончилось хорошо, малыш не пострадал. Здесь стоит сказать, что это серьезное нарушение и законом предусмотрена ответственность за такие действия. Если ребенок в младшей селе 7 лет был просто оставлен на машине в отсутствии взрослого, то, соответственно, здесь будет согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Но если при оставлении ребенка были созданы условия, угрожающие его жизни, оставление его в опасности, то тут будет уже предусмотрена не административная, а уголовная ответственность со штрафом до 80 тысяч рублей и лишением свободы. Вот если мы сейчас обнаружим ребенка, оставленного в машине, какие наши действия? Соответственно, мы составим на водителя административный материал. Ему будет вынесен штраф в размере 500 рублей. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о важных причинах, почему нельзя оставлять детей в автомобиле без присмотра. Например, машину могут не только эвакуировать, но даже угнать. Или случится дорожно-транспортное происшествие с припаркованным авто. Ребенок может получить тепловой удар, а то и вовсе задохнуться в жару. Зимой же получить переохлаждение. Бесконтрольные действия ребенка могут привести к возгоранию. А также малыш может просто завести машину и уехать. В общем, лучше до этого не доводить, а просто взять малыша с собой. В этом году по вине пешеходов произошло больше 30 ДТП. К сожалению, есть и погибшим, чтобы статистика эта не пошла вверх. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактическое мероприятие, которое так и называется – пешеход. Напомню, штраф за переход дороги в неположенном месте предупреждение или 500 рублей. И нарушители есть всегда. Первые минуты рейда пешеход и сразу первый нарушитель. Девушка решила перейти дорогу, чтобы попасть к своему автомобилю. Но пешеходного перехода почему-то не дошла. Решила прямо так, по дороге. Прямо, что называется, в руки инспектору ГИБДД. Теперь сотрудники госавтоинспекции составят административный материал. Штраф за такое – предупреждение или 500 рублей. При этом предупреждение подразумевает то, что сотрудник ГИБДД не просто грозит человеку пальцем и просит так больше не делать, а составляет точно такой же административный материал. И в следующий раз, если человек решит правило нарушить, в базе данных госавтоинспекции будет указано, что у него уже это рецидив, а значит нарушитель злостный. Сегодня сотрудники госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные мероприятия «Пешеход». Экипажи Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции будут нести службы в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Целью профилактического мероприятия является снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. После вместе с экипажем перемещаемся на другую точку, улицу Маяковского. Здесь пешеходные переходы не так близко друг к другу, а автодорога не такая уж и широкая. Впрочем, здесь тоже переходят прямо у светофора. Штраф такой же. Правда, если оплачивать его в первые две недели, то это будет уже не 500, а 250 рублей. Но все равно, что называется, неприятно. С января по май в регионе зарегистрировано 90 ДТП с участием пешеходов. В них 13 человек погибли и 83 получили травмы. Не по вине водителей произошел 31 инцидент. Статистика печальная. 7 погибших, 21 с травмами. Чтобы цифры эти снизить, сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила пересечения нерегулируемого пешеходного перехода. Все как всегда. Сначала внимательно смотрим налево, потом направо и убедиться, что поблизости нет машин. После снова посмотреть налево, чтобы понять, не появилась ли одна из них. Перед самим переходом надо замедлить шаг и оценить обстановку. Даже при движении на зеленый сигнал светофора следует осмотреться. Детям же рекомендуют наклеить на рюкзак или одежду световозвращающие элементы. Зачастую на одежде и рюкзаках они есть изначально. Тем не менее, не помешает приклеить их со всех сторон. По бокам школьного портфеля и сзади. Чтобы пешехода можно было заметить в любое время суток. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова